На неделе премьер-министр Армении напугал население своей страны новой войной с Азербайджаном, если Армения не передаст Баку спорные приграничные села. Наша политика заключается в том, что мы не должны допустить войны. Мы не должны допустить начала войны. И это также является причиной того, почему мы решили пойти на уточнение границы Республики Армения на этих участках. И делаем это не только ради Республики Армения. Пашинян посетил Тавужскую область, где провел встречу с местными жителями. Его главная миссия – объяснить местным, почему Армения должна вернуть чужое. Какой практический вопрос я пришел обсудить с вами? Вопрос в том, что процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном переходит в практическую стадию. Комиссии по делимитации должны пойти и на земле определить, где начинается Республика Армения. И это должно стать государственной границей между Республикой Армения и Азербайджанской республикой. Из слов Пашиняна становится понятно, что на самом деле никакой угрозы войны от Азербайджана не исходит. Идет диалог. И опять же, со слов Пашиняна, территория этих сел не заселена. Армянские журналисты подтверждают, что там в основном развалины. Для Армении и Азербайджана они важны с точки зрения контроля над коммуникациями. Проблемными являются только два армянских дома, которые по советским картам стоят на территории Азербайджана. Сейчас главным противником Пашиняна являются даже не Азербайджан, а внутренние оппозиционные силы. Готовно поступиться этими долами, дойти к жителям. Ну, понятно, что жители, скорее всего, не уйдут этих сел. Это чревато вовремя проблемами у господина Пашиняна. Там очень сильно повторилась ситуация. После его заявления, что ОДКБ нагнали для активных, а для армянских военных. Москва не раз протягивала Армению руку помощи делимитации границы. Но Пашинян доверился западным партнерам. Теперь же в России отстранились от причастности к переговорам по той же Тавушской области и ответственности за их последствия. До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело? Прошу заметить, данное заявление никаким образом не связано с Россией. Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками. Москва изначально предлагала решить проблему, используя карты советского периода на протяжении всей границы. Но судя из заявлений Пашиняна, такого согласия пока нет. Согласия по каким-либо картам между Арменией и Азербайджаном нет. Есть согласие о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность на основе Алматинской декларации 1991 года. И есть взаимопонимание, что должен состояться процесс делимитации. Для этого политической основой должна быть Алматинская декларация. Но как ни крути, подсказка может быть только в официальных документах, которым в этом споре как раз являются карты, которые отделяли Армянскую СССР от Азербайджанской СССР. Или придется чертить новые границы, и здесь Армения выступает с позиций слабого. Азербайджан медленно, но верно решает поставленные цели, одна из которых вернуть оккупированные земли законному владельцу. Азербайджан